что-то там ветер дует и так много вопросов было спрашивают куда мы деваем свой мусор пластмассу значит увозят в урдаму потом отправляют в котлас там делают тротуарную плитку есть предприниматель из пластмасса он ее перемалывает песком перемешивать и получается кубики для плитки татуарной а железные банки короче ребята сделали такую интересную штуку сейчас покажу чтобы было более компактно их увозить отсюда сгибают и потом увозят металлолом сейчас все покажем идет процесс гнутия железных банок так парни вот володя с лёней тут ломают железные банки вот какая штуковина все по нанотехнологиям это нано кувалда это нано чурка опа леня там у тебя приклеилась железка так подожди-ка сейчас мы запечатлением этот процесс как у тебя происходит процесс сгибания сделай да сделай покрасивше баночку вот можно подлиннее сделать банку и знаешь что комбо удар до mortal kombat так и ты больно быстро делаешь делай замедленном режиме так медленно и процесс погибания тоже медленно сделай процесс сгибания банки медленно-медленно так замедленном виде сделай что как банка сгибается видно было как когда пуля летит замедленном виде делаю так что точно так же сделай и фига вас конвейер по рукам не стукни хоть это как кузнецы один там молоточком подстукивать другой кувалдой подбрякивает ухты о не добил место займет о это уже перебита вот так вот перебивают номера в двигателях на машинах да как четко получается сейчас бы еще там рука оказалась в этой банке о еще целый запас лёня уже вспотел о давай баллончик сейчас лопнет сейчас взорвется бам взрыв пакет о сразу сдуваться стал и тут еще целая банка целый целая коробка банок эти какие-то эти чисто поели а там было грязно поели а это обожгли до обжигают нет а моют а зачем моют их чтобы не жирно было бить по ним чтобы когда ты бьешь чтобы они не соскальзывали с наночурки вот это процесс ай-яй-яй-яй-яй-яй подожди криво поставил опять улетит на получится замедленном виде сделать или нет что улетело у тебя выстрел гильза ушла выстрел гильза ушла да тебя кувалда то лёня блин побольше то нельзя было взять вот тушенок на ели до сколько сколько ели то месяц дня три тушенка идет в лед тушенка консервы сгущенка папа осечка лёня не вспотел вспотнул все такая банка странно прожектор леня разбил что-то на треугольные колеса опять поехали куда-то что-то 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 сдулась она еще и с краской была не у меня камера тяжелая у меня уже руки устали у меня уже руки устали камеру держать это еще кувалду тут не предлагают мне не поднять такую банку без разницы она приклеилась странным образом буквой буквой г сколотнул я и такая сейчас прицелюсь экран погас нормально энергосбережение кто скажет почему у меня руки трясутся камера трясется не добит лишь добьем подранка до а там с тушенкой собачки собачка да и все процесс закончен приклеилась все качественно не ну смотри да из двух таких мешков больших сколько еще выйдет пакете вот сколько денег на наколотили монеты царские кладу хула свои пацаны собираем клад ладно еще чуть покажем что не придумаем и все расскажем и покажем а кстати там же есть этот для сбора мусора для раздельного да где-то мешки висят и убрали еще их я посмотрим где-то тут мешки висели для раздельного сбора раз уж начали тему до продолжим тогда пластик тут собираются банки пластмассовые вот кстати из этих банок потом перемалываются и получается тротуарная плитка а тут полиэтилен тут кульки всякие о так тут кулек с кульками кулек с кульками а здесь где-то были банки с батарейками снегом все закидалась тут тоже какие-то тряпочки тут непонятные и тут кулек с кульками это на сжигание бумага там скорее всего картон да бумага а вот батарейки то кстати вот старые отработанные батарейки тут складируются кстати скоро покажем процесс утилизации батареек тут железные банки а это еще целые недопользованные что тут еще то у нас есть беседка курильная комната комната для курительных людей полная поленица дров заготовили ого-го нормально сыроватые правда дровишки так что ребята нужно сухое средство сухой розжиг сухой розжиг очень нужен для растапливания печек так тут чего в этом домике еще есть тут склад склад чего о тут склад деревянных брусков деревянные бруски тут в этих мешках какие-то отходы из пилорамы для этой для печек для отопления палаток ну короче дрова дровишки вот так это получается с двух мешков получилось пол мешка до в четыре раза уменьшается объем 67 килограмм нормально 9 рублей за килограмм жесть стоит девять на шесть пятьдесят четыре рубля что это ну под короче полтинник буханка хлеба да точно так наша палатка большая самая первая основная ленинград по названию которой и называется лагерь чертонара темно сейчас они светло ухты ленинград так как изменился давно не заходил потому что ночеваю в других палаточках во кстати в ленинграде это классно тут уже эти нет они стеллажи уже раньше были вот это главная палатка главная палатка ленинград тут ребята прибираются матрасы все подняли одеяло подняли нужно унести их на просушку поменять поменять эти унести на просушку другие сухие принести на замену сюда положить печка наверное уже протопилась до вечером когда пойдут спать ложится снова затопят вот так вот вот такое вот жилище ладно пойдем на кухню сходим чайку надо бахнуть все закрыл вроде все полотенца чтоб не вымораживалась все новый год еще стоит новый год от нового тоже убираешь саде правильно это уже начинают падать они тут много игрушек стать упала снег там они весной оттают и будет видно их новый год уже закончился мото собака стоит пока никто на ней не ездим все печки топятся все снега дофига вам папа по целый поезд все палатки снегом заметены снег валит каждый день ого-го только ребята успевать дорожки расчищать снега навалило столько что скоро уже все палатки до самой крыши будут завалены снегом зима настоящая в самом разгаре сугробы вон какие гигантские я кстати пройдем покажем тут палатка вообще уже почти закопалась целиком снега полметра уже накопилось так чё там там дымок идет в печке о вы ему сегодня здесь ночевали в этой палатке кстати покажу сейчас вот в этом в левом отсеке но там света нет так что темновато будет тут есть левый отсек и вот здесь правый отсек ночевали в левом там наверно лампочка выкручена сейчас зайду покажу там тоже уже матрасы все подняли а нет свет есть вот здесь ночевали мы в этой палатке я покажу если камера не вспотеет вот здесь спали печка сегодня натопилась так что вспотели даже все спать было жарко сейчас уже печка не топится днем смысла нет утопить уголечек с ночи шает там вечером ребята пойдут отдыхать снова затопят печки быстро нагреваются помещение быстро растапливается и тепло становится очень быстро так что палатки вообще здоровски двойные стенки тепло тепло держит хорошо но пока морозов нету сегодня примерно минус минус 3 где-то на улице минус 5 наверно так что в такую погоду вообще комфортно жить так сейчас дверку закрываю неправильно дверку закрыл эту закрою правильно тогда так что ты ремонтировать идешь перетряхивать одеяло складу пока уберу вот там потом большой матрас кину на одну сторону и на другую сторону там еще матрас да я что-то спал у меня вообще нам под одним боком весь матрас под другим нет я короче налево-направо падаю на право падаю налево поднимаюсь короче как то так спал криво криво косо спал приберусь ты здесь будешь что не начать а ты где-то где-то где ночевал ленинграде а тоже все уже смотрю перед от выбираешь перетряхаются да пока я где спал место перетряхаю там потом люди проснуться помогут с остальными местами там все тоже просушить надо я вот большим от раз то поднял он весь мокрый внизу как на любом случае менять метод временами постельное белье перетряхивать ладно пойдем посмотрим еще какие сугробы есть вот ребята тут дорожки расчищают а кстати сейчас давай-ка зайдем в этот впал в палатку амурский тигр с комсомольска на амура прислали эту палатку так что-то тут крыша под замерзла просела сейчас посмотрим а паньки кто-то тут спит или не спит все все убежали уже вот такая вот гигантская палака тут недавно народу приезжало много и все места вообще были заняты вся палатка была забита люди ночевали в этой палатке в гигантской но сейчас людей чуть поменьше стало всех расстелили по маленьким палаткам чтобы так большое помещение не протапливать такое гигантское туда когда народу много будет можно всем месяц в этой палатке жить тогда она можно даже не топить можно просто на дышать и напугать тогда будет тепло экономит ровку я валенки то искал кстати сегодня вот они все валенки тут стоят и и мое все валенки тут а я там ходил искал тут целая батарея валенков стоит сейчас покажу там против лампочки шел целая батарея валенков вот сколько их тут а я ходил искал чтобы на гору идти в валенках они все здесь спрятались и тут на столе еще целая артиллерия о какие модные даже есть валенки с каким-то мехом с бобринным вот такая палатка все уже обрага облагорожено и обжито две печки кстати мощных стоит так сейчас посмотрим тепловентилятор стоит для просушки иногда включают когда генератор можно до включать его и печка раз где тут у нее окошко то в этой печке что-то я потерялся что-то тут освещение не хватает лампочка нету вас в этой стороне но она не топится да там ничего не видно ну короче там ничего не видно вот она дверка раз я просто чтобы сюда с дверку осветить ой тут еще целая батарея валенков у нормально тут можно 100 человек одеть в обувь в теплую все стоит просыхает и здесь вообще гигантская печка такая мощная так сейчас я развернусь чтоб видно было вот такая вот тут как у паровоза с такими этими трубами такая мощная труба выходит на улицу даже архангольская область отапливается сразу не только эта палатка вот эта печка туда можно целиком человека запихать в эту печку так что спасибо ребята с комсомольска на амуре за такую классную палатку палатка уже запущена в эксплуатацию там подпорки сделано чтобы крыша не проседала все классно тут урдонские приезжали помощники строители все построили кровати сделали такие классные все самодельное полы нам набраны из досок то есть ходим по нормальному полу по ровному не по песку не по земле пол теплые кроватки такие вообще персональные не какие-то общие нары у каждого своя отдельная кроватка кроватки все самодельные делали здесь ребята сами стенки тоже тут утеплили стенки белым этим фольгой обколотили только потолок еще не обтеплили возможно потолок еще будут обтеплять посмотрим этом кроватку одну интересную видел сейчас покажу надпись на этой кроватке на кроватке кто-то тут спит из урдомы урдома сила нормально какой-то мастер ручного зодчества тут ночует на этой кровати все ладно пойдем чайку бахнем что-то атаки не дошел еще экскурсия получилась нас длинная и увлекательная вот такая вот опять у нас внеплановая внеочередная экскурсия по ленинграду произошла сейчас еще посмотрим там чего нас теплицы сушилки есть ну слушал как что там интересного ничего нету там матрасы сохнут обувь сохнет и запасы одежды еще тут есть в этой тепличке сейчас посмотрим что тут из запасов еще есть запасов ого сколько одеть можно целую армию людей так что все вещи друзья все что вы присылаете никуда ничего не девается все вещи здесь вот я сам сегодня ходил на гору брал теплые носки и что-то еще брал короче теплые носки сейчас на мне одеты потому что свои вчерашние у меня уже сырые висят на просушке теплые штаны ватные зимние теплые куртки все девчонки прибираются все классно там сушилка есть где в сушилке все просыхает и потом уже сухие на хранение сюда приносят вещи так что все прибрано все по своим местам значит что здесь допустим посмотрим попробуем что-нибудь вам показать определить здесь полотенца полотенца которые из кухни руки вытираем там посуду моем потом урдома забирают урдомские девчонки стирают и привозят сюда отдельно уже стиранные полотенца все видите сложно все свернуто все в стопочках уже постиранные полотенышки тут что есть целый отдельный мешок стелек вот я я же стельки еще брал вчера точно новенькие стельки брал здесь стельки для подстилок в сапоги все новенькие стелечки такие классные такие еще есть не знаю вот эти самые классные стельки из валенков сделаны вот такими стельками тоже пользуюсь вот целый мешок этих стелек так тут что есть тут рукавички какие-то интересные рукавичков можно себе на выбирать в основном тут женские рукавички так там не знаю там кулечки какие-то сложены так что тут есть тут работа рабочие рукавицы целая коробка рабочих перчаток чтобы за дровами ходить за водой ходить ну короче по хозяйству работать вон сколько рабочих рукавиц мощных таких целая коробка ребята ого-го сколько на привозили на присылали вот так вот тут сколько их снизу возьму показать он они еще привязаны все видите на веревочках идут рукавички новенькие все по парам так что все классно так новье новье здорово вообще огромное огромное спасибо целое коробище этих перчаток есть теплые такие здоровые такие гигантские не знаю там можно сразу две руки в эту руковицу запихать он какая гигантская теплые такие с шерстью такие есть теплые с шерстью ну короче выбор большой или дрова таскать рабочие или в мороз ходить чтобы руки на горе не замерзали так тут что у нас в этом мешке к гигантский мешочище свитера какие-то тут телогрейки свитера это шарф или не шарф нет тоже свитер какой-то короче нижняя одежда теплая кому переодеться если вдруг что-то промок вспотел есть во что переодеться в нижнее тут я не знаю что это тут тоже какие-то футболки майки а вот футболки а так сюда складываются одежда на простирку потом урдома забирает и увозит стирает так в этом мешке не знаю он запакованный это наверно чата посылка привезена так теплые теплые штаны что ли тут до теплые штаны но вот здесь в основном все теплые штаны зимние ватные шапки целая сумка шапок шапки вообще наведет тоже смотрите еще с бирками бирки еще даже не отклеены не оторваны вот такая вот классная шапочка новенькая тут шапок целое море комплект целый вон шапка с шарфом с шарфиком они это тоже шапка то не шарфик шапка у кого длинная голова можно такую длинную шапку одеть кто слишком умный так тут какая-то непонятно леса то ли не леса тоже интересная шапочка прикольно короче целая сумка шапок есть на любой вкус на любой цвет тут шарфы что ли я не понял или что-то такое они тоже колготки какие-то колготки теплые тут какие-то колготки не знаю я тут не смотрел не стал копаться вот здесь теплые шерстяные носки целая сумка гигантская гигантская супка супка говорю сумка шерстяных носков вот здесь вот я носки сегодня собирал себе выискивал тут какие-то еще перчатки тут валяются вот здесь вот шерстяные носочки лежат хранятся что-то падает не могу я тут ее поправить что она съехала на пол так что тут еще есть тут шарфы а вот отдельно шарф или здесь лежат целая целая горища шарфов и шарфиков такие вот интересные есть шарфики так здесь тоже свитера по ходу дела лежат ну собственно вот такой вот склад одежды так что ребята всем огромное огромное спасибо два я так уже скажу я там освещение всем огромное спасибо за посылочки за одежду что поддерживаете нас все доезжает до места все хранится здесь все получили все получаем и пользуемся так что никуда налево ничего не уходит все идет в эксплуатацию и в использовании благодаря вам никто здесь из ребят не замерзает все в тепле и в сытости и выполняют свою функцию которая и должна здесь выполняться защита архангельской области защита севера благодаря вам спасибо огромное еще раз так что-то тут немного снега навалило внизу там на будет поддолбить верка не закрывается что-то ладно это потом сделается ну и здесь сушилка здесь вещи просыхают тут есть тепловентилятор мощный стоит они мощный мощный унесли в этот в теплицу по ходу дела они в теплицу в палатку большую здесь вещи просыхают вот висят тут куртки всохнут потом просохнут и убирают туда уже на хранение здесь целые получается настилы сделаны целые навесы в ряд здесь просыхает целый ряд одежды здесь целый ряд одежды просыхает вот таким вот образом все организовано тут а там матрасы просыхают висят и чет от генератора включается вот такой тепловентилятор но тут еще большой стоял его унесли в типу этот в палатку два тепловентилятора нагревают это помещение и в этом помещении все про этот происходит сушка вещей сушка вещей сушка одежды тут матрасы сложены тоже тут еще даже на вью есть новенькие в пленочке еще не распакованы и тоже кто-то видно прислал пока лежат хранятся ждут своего часа вот так вот ладно пойдем до ленинграда что-то ой до ленинграда что-то и сказал я и так в ленинграде нахожусь пойдем до кухни сходим и надо покушать покушать чайку бахнуть я не бритый приехал короче не то что в шиесе дом это некогда побриться даже дома не успеваю побриваться успеваю только умываться ладно кстати там чё хотел сказать то проверьте пожалуйста подписочки потому что я наблюдал подписки капец слетают я допустим смотрел было 24 600 потом смотрю на следующий день 24 500 100 подписок срезали прям за одну ночь подписки срезаю так что ребята проверьте пожалуйста возможно вас уже отписали даже без вашего согласия что-то youtube там какие-то ревизии проводит и по этим ревизиям вас отписывают так что проверяйте сейчас проверьте пожалуйста подписочки чтоб кнопочку подписаться красненькую нажмите чтобы вы были снова с нами а то они видно делают уменьшают наше количество так что возвращайтесь чтобы нас было больше проверьте подписочку свою эту дверка открылась все сейчас пойдем чеку бахнем спасибо что с нами спасибо за поддержку ну и чё-нибудь еще интересно найдем все покажем и расскажем